Я приехала в Лас-Вегас шесть месяцев назад, если бы я приехала сюда пять лет назад и сказала бы вам, что придет день, когда президент и вице-президент США не будут избираемым народом, вы сочли бы меня фантазеркой или назвали бы фанатом. А теперь осознаете ли вы, что мы нация, великая нация, и не уничижайте Соединенные Штаты Америки? Сейчас, в данный момент, я стою перед вами, и прежде всего я горжусь тем, что я принадлежу царю царей и Господу Господствующих, что я христианка и Бог мой Небесный Отец, и во-вторых, я горжусь тем, что я американка. Я хочу, чтобы вы знали это. Я горжусь тем, что я американка. Не существует более сильных личностей в мире. Нации мельчают. Это не надо доказывать. Вы видите это по телевидению, читаете в газетах. Что-то происходит. Везде чувствуется эта неопределенность в атмосфере. Что происходит? Что происходит? Вот почему я говорю об этом сегодня, этим субботним днем, чтобы поделиться с вами о том, что говорит Слово Божье. Нет больше великих правителей, великих держав сегодня на сцене этого мира. Люди сегодня буквально словно фигурки на шахматной доске. Нации сегодня как будто фигурки на шахматной доске. И с миром происходит в точности то, о чем говорит Божье Слово. Божье Слово неизменно. Знаете это. Я не знаю, что вы смотрите и чему верите, но Библия более актуальна, чем утренняя газета в Лас-Вегасе. Бог пообещал Аврааму. Бог заключил завет с Авраамом и семенем Авраама. А когда Бог дает обещание, когда Бог заключает завет, он его сдержит. И неважно, идет ли речь о целой нации или об отдельной личности. И Бог дал определенные обещания обетования Аврааму и семени Авраама. И на протяжении 39 столетий Семя Авраама является рассеянным народом, рассеянным по всем странам. Их убивают, ими пренебрегают. Они рассеяны повсюду, на восток, на запад, на север и на юг. Они нигде не являются желанными. Не имеют родной земли. И однако Бог заключил завет с семенем Авраама. 39 столетий назад, 39 столетий прошло. И всем казалось, что израильский народ – самый несчастный народ в мире. И вряд ли... И вряд ли когда семя Авраама соберется воедино. И сегодня, в этот субботний день в Лас-Вегасе, я хочу сказать вам, что вы можете полностью положиться на Слово Божье. Посмотрите, что происходит на Среднем Востоке, и помните, что Божье Слово неизменно. Иногда мне кажется, что мы зарываем голову в песок, как страус, и не хотим смотреть реальности в лицо, и с оптимизмом провозглашаем, что завтра будет лучше, завтра будет лучше. Я самый большой оптимист в мире, но мы должны брать во внимание Слово Божье. Помните это. Божье Слово неизменно. На Среднем Востоке будут войны. Но я хочу, чтобы вы что-то знали. Библия говорит, это абсолютный авторитет, то, что никогда не изменится. Библия говорит, что Бог дал обетование Моисею в среде горящего куста. Что Израиль никогда не уничтожится. И это Слово Божье. Приходит время, когда Россия и ее союзники захотят бурить нефтяные скважины в Мертвом море. Откуда я это знаю? Если вы хотите узнать, подсчитайте 38 главу Иезекииля. Что будет с теми, кто выступит против Израиля? Это, мой друг, не предположение, а Слово Божье, которое неизменно. Поверь мне. И все эти события обязательно произойдут. И все происходит так быстро. Слово Божье говорит, что Бог потрясет многие нации. Буквально потрясет. И когда Россия и ее союзники пойдут, чтобы набрать добычи, Библия говорит, чтобы набрать добычи, пойдут на Израиль, сам Бог своей милости и поразит врага. Так что Дом Израиля в 7 месяцев будет хоронить мертвые тела врагов. И, мой друг, весь мир увидит чудо, сотворено для народа Божьего, рукой милосердного Бога, чье Слово неизменно. И Бог сотворит такое чудо, какого мир никогда не видел, никогда больше не увидит. Он правда это сделает. И в тот день не просто горстка евреев, не просто несколько сотен из семени Авраамова, но Слово Божье говорит весь Дом Израилев. Весь Дом Израилев узнает Сына Живого Бога как истинного Спасителя. Это будет самый большой сбор урожая в Царстве Божьем, который мир когда-либо видел. И мир будет прославлять Его, Царя Царей и Господа Господствующих, Царя Царей. Вот Слово Божье.